В Копивницком прокуратура СБУ задержали девятерых участников движения «Белые львы», которые называют себя борцами с педофилами. Их обвиняют в избиениях и вымогательстве. Страницы этой группы заполнены видео с жестокими расправами над юношами и мужчинами, которые якобы пришли на встречу с девочками-подростками. Среди задержанных один правоохранитель и еще один подозреваемый в погонах сейчас находятся в розыске. Все подробности этой истории выясняла Елена Брынза. Группировка «Белые львы» в городе на слуху уже несколько лет и отношение к ней неоднозначное. С одной стороны – разоблачители педофилов, с другой – жестокий самосуд. Но вот в прокуратуре СБУ о их существовании, как ни странно, узнали лишь несколько месяцев назад. Мол, к ним заявлением обратился один из избитых мужчин. В социальных мережах знакомилась с потенциальной жертвой. В дальнейшем они призначали встречи в людных местах, проводили ее пограбления, наносили тяжкие ушкоджения, вымагающие и фиксирующие на видео зизнания о педофилии. После этого, шантажируя размещением данного видео в интернетах, всего задержали девятерых. Один из них оказался сотрудником следственного изолятора. Еще один правоохранитель, которого также подозревают в причастности к «Белым львам» в бегах. Среди задержанных – четверо несовершеннолетних. Их родители сегодня весь день дежурили у ворот следственного изолятора. Я до сих пор не могу верить, что это… Он у меня настолько общительный, и спортом занимается. И все, он постоянно в телефонном режиме, постоянно. Где бы он не шел? Я все знаю, у нас никаких секретов, я так думала, нет. На данный момент установлены 14 потерпевших. Будут ли им предъявлены обвинения в домогательствах несовершеннолетним, в прокуратуре ответили весьма туманно. Я гадаю, что моральный облик людей, которые пытались встретиться с девчатами, это будет предметом окремого поговорения в обществе. Но я гадаю, что не может любая особа за любые свои думки внести такие телесные ушкоджения. Такие движения, как «Белые львы», следствия бездеятельности полиции, уверены в местной самообороне. Типа злочинная группа заманивала бедных несчастных людей, избивала. Исходя из этой переписки, я понимаю, что совсем это было не так. Они четко обозначивали, что это несовершеннолетние девочки. Единственное, конечно, трошки метод, может быть, надо было выходить им в сотрудничество с полицией. На данный момент всем задержанным предъявлено обвинение о вымогательстве. И уже завтра суд должен избрать им меру пресечения. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал «Интер» Кропивницкий.